Привет! У меня из рук пытается вырваться Фрея, но кто-то здесь очень мило ходил и мешался. Поэтому будет зверско поцелован и отпущен. Добро пожаловать на канал Жаккарты Хардкор. Меня зовут Ната. Я так смотрю, я не то что сбила свой режим выхода видео, я его просто свергла. Но я думаю, вы не расстроитесь, потому что сегодня у нас видео с готовыми работами, у меня их целых три. И дабы не монтировать двухчасовое приключение Хоббита в конце месяца, я решила вам сегодня все это дело показать, с учетом, что еще мой пряжный хомяк разгулялся. Вы знаете, что делать. Вам надо припарковаться в позу визуального лотоса, а я пойду довыковыриваю шерсть массе изо рта. Начнем, разумеется, с моего алого шоу-стопера. Перед тем, как я в очередной раз камня на камне не оставлю от описания, дисклеймер, оно мне понравилось. Автор молодец. Но это же я. Я, честно, я не знаю, как я это делаю. Более двух тысяч работ на Раблари. Еще больше наверняка в запрещенной сети. Десятки YouTube-блогеров с восхищением отзывались по поводу этого свитера, что все прекрасно, все идеально, ноль модификаций, свяжут еще десять. Тут захожу я. Секундочку, у меня вопросик. Как вы, наверное, уже могли догадаться, я довязала свитер Ингрид. Ничего в кадр не поместится. Будем смотреть на фотографии. Ну, в общем, я не могла от него оторваться. Очень увлекательный узор, сногсшибательная пряжа. Но приготовимся улыбаться. Я быстро повторю приключения предыдущего видео. Ну, во-первых, я и образцы – это тяжелая история. Во-вторых, как выяснилось, я испытываю некоторые трудности с узором. Рис, двойной рис, двойной мох, просто мох. Возможно, там есть еще какие-то растения, но мне и без этого тяжко. Поэтому, поскольку я не связала человеческий образец и не обратила внимания на узор, я вязала что-то свое. Те, кто вязал Ингрид, узнают, что у меня происходит что-то свое. У меня это лицевые и изнаночные, где в изнаночном ряду я провязываю все наоборот. То, что у меня было лицевой, я провяжу изнаночной. То, что у меня было изнаночной, я провяжу лицевой. В комментариях мне писали, что это путанка. Одно ли это тоже рис и путанка, я не знаю. Поэтому я вам просто скажу, лицевая и изнаночная, изнаночная и лицевая. В общем, все наоборот. Поэтому это был первый незапланированный косяк, модификация, называем как хотим. Дальше я изначально знала, что моя горловина будет двойной, а не стоечка, как в описании. И здесь уже косяк автора. Я начинаю потихонечку перекладывать ответственность на пяти дни, так следите за руками. На сайте Равлари, на официальной странице описания, фотография с двойной горловиной есть. А в описании ее нет. Ну это ладно, я молодец, я знаю, как ее делать. Но с другой стороны, у вас не могут быть одинаковые расчеты на двойную горловину, на горловину стоечку. Ну ладно, с этим я разобралась. И это была первая осознанная модификация, потому что я набрала 26 петель вместо заявленных. Такой цифры в описании нет вообще. И на мне она села идеально. Более того, я добавила первый изнаночный ряд. То есть после того, как я подняла петли, я провязала один ряд изнаночный. И после этого уже вязала резинкой один на один. Фрейчка, пожалуйста, прекрати шуршать. Я вязала резинкой один на один, прежде чем потом подвернуть ворот. А, и кстати, знаете, я здесь сделала себе вот этот вот сгиб, как это фиксированный отворот. Я сделала фиксированный отворот. То есть я провязывала изнаночные и снимала лицевые. Кажется, я сделала так. Я точно помню, что я сделала два ряда. А вот честно, кого я снимала лицевые и изнаночные, я путаю. Я обычно смотрю какие-нибудь видео на YouTube, и они мне подсказывают. Фиксированный отворот. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. И после этого, естественно, продолжила вязать резинкой, как всегда, один на один. Для чего я делала? Я не отрезала одну ниточку. Как неловко. Мне очень нравится, что я стала добавлять вот такой вот маленький элемент, как первый ряд изнаночный. Потому что, мне кажется, он визуально очень здорово отделяет узор от горловины. В описании такого нет. И для меня визуально получается, что когда я смотрю на фотографии других мастерицепетит нит, горловина как будто врезается вот в этот очаровательный узор ромбы. И лично для меня ни ромба аккуратно не выглядит, ни горловина. А когда вы добавляете один такой вот узорчик, ну даже не узор, один такой вот ряд изнаночными, по-моему, он выглядит очень гармонично. Я запомнила для себя такой трюк. И вот теперь везде его использую. Поэтому горловина – это была первая осознанная модификация. Дальше я вяжу такая довольная и счастливая. И мне предлагают соединить изделие в круг. А, кстати, нюанс. Я очень много читала описаний. И, естественно, я 10 раз встречала других ютуберов, которые говорили про этот свитер. И все как одна заявляли – это супер оверсайз, это супер оверсайз. Я хоть и люблю оверсайз, но я думала, ну, может быть, в кои-то веки я свяжу размер S, и для меня это будет комфортный M. Ну да, всё почти так и получилось. Поэтому напоминаю, мои плечи начались с размера S. И вот теперь мы подходим к моменту, где мне нужно соединить изделие в круг. И я провязала пару рядов, схожу к зеркалу, и я понимаю, что мне как-то неудобно. По моему ощущению, у меня очень узкая пройма. Ну да, допустим, после стирки ещё что-нибудь потянется, но пока я буду поднимать петли, у меня всё, что потянулось, схлопнется. Я думаю, какой-то это скорее уже размер XS, а не S. Кинула клич в Телеграм, все поддержали, что фигня, вяжи дальше. Здесь начинаются следующие модификации. Я начинаю вязать количество повторений на размер M. Поэтому, да, следим за руками. Спинка начиналась с S. Полочки ушли в размер M, потому что я увеличила вот эту вот резинку. И когда я ещё первый раз соединила изделие в круг... Слушайте, описание 22-го года. Вы мне хотите сказать, что в 22-м году скандинавские дизайнеры не знали о существовании пройм и подрезов? Нельзя просто так дать мне свитер и сказать, связать его без подрезов. Каким бы оверсайзном он ни был, какую бы дизайнерскую цель мы не преследовали. В изделии должны быть подрезы. Я готова простить пройму, но я не готова простить отсутствие подрезов. Поэтому, когда я уже перевязывала вот свои булочки, я себе сделала небольшой окат, то есть добавила 4 петли, и я ещё добавила себе подрезы 6 петель. Тем самым в общей сложности у меня пройма плюс подрезы составили 10 петель. И тем самым моя тушка S, M, а тельца стала L. Только у меня, да? Ну хорошо, продолжаю. Честно, не следила за количеством повторений. Я просто посчитала, вот сколько в сантиметров у меня занимает ромбик, сколько в сантиметров у меня занимает резинка. Посмотрела на длину тела других свитеров и просто сопоставила, сколько чего мне надо повторять, чтобы я вышла на ту длину, которая мне нравится. Вообще, девочки, я вам обещаю приложить техническую карту моего свитера в Телеграме. Вот сколько у меня пройма, сколько у меня длина изделия, вес 400... Ну ладно, давайте скажем 480-500 грамм, сколько-то примерно он весит. Приложу вам фотографию с сантиметрами, где чего у меня всё это дело происходит. Закрыла я, не знаю, как там закрывается, я закрыла любимым итальянским закрытием Питер. Терпеть его не могу, но, должна признать, получилось очень красиво. Тут очень много, наверное, фрейкиной шорсти. Ну, дизайнерский элемент. И перешла к рукавам. Если вы думали, что драма закончилась, нет, только начинается. Если первый комментарий всех вязальщиц касался оверсайзности этого свитера, то комментарий номер два, что все запутались с убавками по рукаву. И, честно, мне хотелось бы посмотреть на фотографию пяти днид, как убавки задумывал автор. Потому что в описании сказано, по-моему, убавлять каждые 8 рядов. Но, честно, это тяжело считать. То есть вы считаете и 8 рядов, и количество повторений. В общем, я, как и, наверное, многие, этого не делала. Короче, я запуталась. Я запуталась. И у меня не получились красивые убавки по рукаву. При этом, знаете, я обычно, когда делаю убавки, знаете, создавать две петли. И вот слева и справа от этих двух петель, именно двух петель, а не одной, делать убавки. Здесь вас просто даже без всяких петель просят делать. В начале ряда и в конце. Что, на мой взгляд, не фен-шуйно. Сейчас я вам пытаюсь показать, что у меня здесь получилось. Ну, поскольку я так высушила свитер, что у меня здесь создался залом. Самый фейл оказался, естественно, в узоре ромбики. Причем на первом рукаве. Ну, ладно, я запуталась. Я думала, что я хакну систему на втором. Нет. Но, естественно, я не стала перевязывать. Мне уже на момент рукавов вся вот эта вот катавасия с изменением размеров начала немножечко подвешивать. И мне как тогда было пофиг, так сейчас пофиг. Поэтому, ну да, я признаю. Я сейчас пытаюсь вам показать. Убавки по ромбикам у меня пошли не очень удачно. Но, блин, залом? Почти. Все, вот так, наверное, видно. Вот, у меня, естественно, вот тут вот что-то все съехало. И, ребят, это в зоне локтя. Это либо на сгибе, либо, в общем, в той зоне, где вы не увидите никогда. И если бы я вам об этом не рассказала, вы бы тоже не узнали. Поэтому я решила. Если вы смотрели мое предыдущее видео, вы знаете, для меня распустить рукав не проблема. Но иногда бывают ситуации покорения бесполезного. Поэтому я решила. Let it go. Вяжем дальше. На самом деле, несмотря на все приключения, я довольна всем тем, что я здесь накрутила. Но я одновременно считаю описание и хорошим, но, наверное, оно странное просто ввиду того, что у меня совсем другая рядность. Я попала в плотность по петлям, но я, видимо, совсем не попала в рядность. И мне сложно эту рядность теперь посчитать, с учетом, что я перепутала сам узор. Я все-таки считаю косяком во мне, потому что еще раз тысячи людей связали, и у них получился оверсайз, и у меня получилось приключение. Мое приключение закончилось хэппи-эндом, но вот этот вот нюанс с подрезами меня, конечно, поразил. Отсутствие описания на двойную горловину тоже странно, потому что фотография есть, инструкции нет. В целом модель очень классная. Я бы запомнила конструкцию и в дальнейшем, возможно, использовала какие-нибудь свои узоры гернси. Поэтому, знаете, я всем довольна, но я не хотела бы повторно вязать этот свитер, даже зная все нюансы. И вот, несмотря на то, что я в состоянии их учесть, и в следующий раз делать еще лучше, он уже свободный, он уже классный, он красивый. Но, вы знаете, не зря опытные вязальщицы говорят, выбор пряжи – это 50% успеха. Вот здесь, я больше чем уверена, 50% успеха – это именно сногсшибательный цвет. И давайте я вам все-таки расскажу, из чего же я вязала. У меня осталась вот такая вот красота. Бобинку покупала в Алинзе. Это The Royal Collection от чего-то итальянского. Тут невероятный состав. 30% бэби альпаки, 40% кашемира, 30% мериноса. Это цвет красный. И, ребята, тут потрясающая стоимость. То есть, вот за такое вот качество 12,60. Просто этот артикул мне понравился даже больше, чем вот 100% Кашемир Ривьер. Ривьер все еще классно, я не наговариваю, но... Секундочку. Я пошла и вчера купила еще. Я еще вчера думала вам это видео записать, но тогда у меня этих бобинок еще не было. Поэтому я решила, что я сначала пойду, куплю сколько мне надо, а потом расскажу вам, чтобы вы как стерветники не побежали и не скупили мой шикарный красный. Почему только, кстати, шикарный красный? Я была готова скупить там все, но для меня палитра оказалась слишком маленькая. И если кто-нибудь из замечательных представителей магазина Алинда сейчас смотрит это видео, а вы не хотите привезти там зеленый хаки, какой-нибудь красивый антрацит в коллекции потрясающие бежевые, песочные, верблюжьи оттенки? Но они мне все не идут. Поэтому если вы очень любите бежевый и песочный, бегите, пробуйте Royal Collection. Это такая потрясающая ниточка. Она выпускает замечательный пух. Изделия... Ой, тихо, не падай. Мягкая, теплая, нежная. Это прям вот идеальный состав теплости. Тепла, теплости. Тепла, альпаки, роскоши Кашемира и стабильности Мереноса. Ну, я бы скупила все. Если бы просто подходили мне цвета. Даже тот серый, который там есть, он такой выбеленный. И теоретически я могла бы его заглушить каким-нибудь подмотом, но мне даже не хочется эту пряжу ни с чем больше мешать. Поэтому я психанула, схватила себе еще красный. Может быть, я сделаю замечательному родителю подарок. Но, скорее всего, я свяжу что-то полосатое себе. Да, у меня есть проект, на что я бы выпустила еще эту пряжу. Мне очень понравилось с ней работать. Я в дальнейшем с удовольствием буду ее покупать, если она будет походить мне по оттенкам. Вот в две нити кайф несусветный. Я бы единственное... Я бы использовала ее на все, кроме шапок. Почему-то, вот мне кажется... Ну, тут еще нюанс. Я люблю шапки свободной посадки, то есть чтобы у меня еще от макушечки было несколько сантиметров. Я вообще люблю, когда они висят немножко так в основании головы. Я боюсь, что вот, учитывая мои шапочные предпочтения, из этой пряжи шапочка будет лежать такой соплей. А если вы любите наоборот по голове, будет тепло, будет мягко, она... То есть кто-то говорит, что альпака колется. Тут нечему колоться. Это восхитительнейший артикул. Варежки потрясающие из него будут. Кардиган теплый и при этом вот по весу легкий. Royal Collection очень-очень классный. Разумеется, как всегда, все ссылки на пряжу, о которой я говорю, будут в описании под видео. Поэтому вот тут у меня около килограмма всей этой красоты, но чуть меньше на самом деле. И хватит на полосатость и на целое плечевое изделие. И если бы еще мне кто-нибудь привез зелененькие хаки, пожалуйста, 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 пожалуйста. Смело могу сказать, что кажется, вот этот вот красный это для меня новый черный. Причем, знаете, цвет немножко странно отображается на камеру. Он не кирпичный красный, он не малиновый. В зависимости от освещения он немножко меняет свой оттенок. Я бы назвала его идеальным Christmas красным, таким рождественским. Скажем так, я еще не видела ни одного человека, который сказал, что это некрасивый красный. Поэтому для всех это безумно красивый красный. Даже если он по-дурацки отображается в камере. Вот. Вторая в списке, но не по значению. Я не знаю, как вы развели меня на вязание вот этого вот эпического шедевра. Я не собиралась ее вязать. И все почти 400 человек, которые сейчас участвуют у меня в совместной кине, собирались ее вязать. Но в итоге мы все потихонечку становимся счастливыми обладателями вот такой вот гигантской дурыны. Я довязала свою подушку. Ну, как вы видите, у меня это не подушка. Изначально задумывалась Bubble Sheep по описанию американского сайта Pearl Soho. Это бесплатное описание. Сейчас идет у меня бесплатный совместник на эту овечку. Совместник будет идти до конца месяца, но описание бесплатное есть на сайте Vizru в русском переводе, есть бесплатное на Pearl Soho. Можно зайти в телеграм-канал скачать это описание. И даже если вы не будете вязать его вместе со мной и другими девочками совместники, вы можете срезать такую овечку в любое удобное для вас время. И, кстати, о размере. Вам нет необходимости вязать вот такую вот огромную дурынду, потому что все зависит от плотности вашей пряжи. Я тут, конечно, психанула. У меня вот остался вот такой вот дивный кейк. Очень прикольная пряжа. Это мега толстая букле. Это 80 метров. 80 метров на 100 грамм. Очень классный артикл. 100% меренос. Покупала в Dolce Filato. Я остановилась просто потому, что это неприлично. Честно, мне даже в руках это держать тяжело. Вот до момента сшивания головы тушка весила 450 грамм. То есть это реально такой полноценный ягнёночек, как мне кажется. и обратите внимание на то, что я в прошлый раз вам сказала, что кодовое имя это овечки Боб. Но пока я вязала, вязала, вязала и я поняла масштаб катастрофы, я решила, это будет гигантская подушка, которая будет занимать дофига места. И что-то мне стало жалко. Я думаю, а сделала-ка я её корзиночкой. Поэтому конструкция данной жиробасины начинается с животика, где вы набросываю нить, набираете необходимое количество петель и дальше потихонечку начинаете прибавлять, вывязывать шишечки. Вот какой-то участок тела вы вяжете по прямой, а потом делаете четыре убавки. То есть, знаете, у вас своего рода есть регланные линии. Регланные линии по переду и вот по филешечке. Вот здесь вот вы делаете четыре убавки, здесь вы делаете две. Поэтому сейчас, наверное, по овечке не очень заметно, но у вас скос головы выглядят сильнее, чем вот скос по бикончику. И пока я делаю все эти убавки, я не стала завершать всё это вот. В общем, я не сделала необходимое количество ни прибавок, кстати, ни убавок. По описанию, по-моему, должно было получиться девяносто четыре, девяносто две петли. У меня их, по-моему, восемьдесят восемь, потому что с учётом моей пряжи она уже получилась огромная. И, честно, физически было очень тяжело её вязать. В общем, я, как вы видите, не довязала спинку, потому что я запихнула в неё шопель. Я решила, что у меня это будет овечка-корзинка. И, возвращаясь к имени, я же думала, что это будет овечка-боб от Bobblechip, от названия и описания. Но я решила, что я не доверю какому-то барану хранить мой любимый шопель. Поэтому, девочки, познакомьтесь с Брунгильдой. Её зовут Брунгильда. Вот такой вот очаровательный чубчик у нас на голове. У нас Брунгильда модница. Из неё очень аппетитно торчит шопель. Я запихнула в неё. Я не умею шить, поэтому я не знаю, как вязать, как вязать, как шить все-все чехольчики. У меня есть сумка-конструктор. И принцип этой сумки в том, что вы можете менять ремни, сумочки, мешочки в смысле. И вот один из мешочков, который я реже все поиспользую, я запихнула сюда. И здесь, по-моему, минимум 15 мотков шопель в разных артикулах. Поэтому она очень вместительная. И, честно, у меня даже ещё есть место. По большому счёту, мешок внутри мешает мне запихнуть больше, чем если бы я просто забила саму овечку. Но мне просто нравится, что он так затягивается. И... Сейчас, где тут его можно затянуть, чтобы ничего не вываливалось, сказала я. и у меня вывалился шопель. Ну, кстати, хорошо, что он вывалился. Он мне потом пригодится. Верхушечка у меня закрыта айкордом. Уберем эту деталь. И вот такая вот милашка у меня получилась. Мне это реально тяжело держать на руках. С этой овечкой были определённые сложности. Ввиду того, что действительно у меня очень толстая пряжа. Я изначально начинала вязать на спицах 10 мм. Потом я поняла, что у меня просто пальцы ушли в букву зю. Я нашла откуда-то 7 мм чагу. И меня это спасло, потому что у чагу оказался более острый кончик. И мне проще было провязывать буклю. То есть, не подумайте, я ничего плохого не говорю по поводу пряжи. Пряжа замечательная. Она реально мягкая, идеальная. Получилась овца. Просто очень толстая. Физически тяжело переворачивать, чтобы провязывать все шишечки. Но я очень довольна проектом. Я немножечко от нее отдохну. И мне кажется, я с удовольствием свяжу еще одну, только черненькую. Я выберу для нее какую-нибудь менее пушистую пряжу, потому что на самом деле процесс очень медитативный, очень прикольный. У нас все в чате. Что я делаю? Я больше не могу. Знаете, эти стадии принятия. Торг, отрицание, депрессия, покупка пряжи на новую овцу. Поэтому до конца месяца у вас есть возможность привязать в компании вот эту вот лапочку. Это не обучающий совместник, то есть, вас там за руку никто не держит. Однако я приложила видео, как лично я провязывала шишечки. Это просто приятно поделиться процессом. Если вдруг какие-то трудности, я или другие девочки вам помогут, и у вас будет вот такая вот жаробасина очаровательная. Она реально классная. Она стоит как такой вот член семьи слэш декор. Хранительница Шопеля. И, кстати, раз уж у меня отсюда вывалился Шопель, можно параллельно показывать и готовые работы, и покупки. Я вам в прошлый раз говорила, что я вот схожу с ума вот по этому Шопелю и... Сейчас я уйду на дно. Так. Во-первых, у меня мини-драма для всего этого прекрасного проекта. Гравитация. Бессердечная. Я купила спицы 2 миллиметра. Для кого-то это нормально, для меня это стресс, потому что это зубочистки. В общем, вот в этой красоте от Шопель Лейс... Шопель Лейс Бол 100 Про. Боже мой, сколько слов в цвете Зон Акватик. Это 22,57. Здесь 800 метров. 800 метров роскоши. Смогсшибательный переход цвета от вот ярко-синего до такого тёпло-коричневого. Мне так нравится этот цвет. Никогда не ходила ни в чём таком синим, но вот... Ну вот теперь мне надо. И я попыталась связать образцы. Я не хочу вязать никакие ажуры. Я думаю, ну, в любой непонятной ситуации должна спасти спушеная альпака или махер. И вот, как бы чисто случайно, проходя мимо магазина или-или, чисто случайно, я не планировала, мне попался вот такой вот потрясающий вот такой вот потрясающий прыгучий махер от ланга в таком же идеальном оттенке. Ну, представляете, то есть это ланг, это шопель, то есть они не созданы друг для друга, но они созданы друг для друга. И по большому счёту, конечно, эти 800 метров, у меня есть два таких моточка шопеля, можно было бы вязать в две нити, и скорее всего, я, кстати, и буду так делать, я просто очень боялась испачкать неровным переходом градиент, поэтому я думаю, у меня будет вот такой вот синий шопель, а когда он перейдёт в коричневый, я возьму коричневый моточек, кому интересно, здесь у нас 25 грамм, 310 метров, наверное, этот цвет 6, а этот коричневый цвет 168, это единственный синий в своём роде, вы не перепутаете, а это такой вот цвет горького шоколада, он не похож на самом деле на тёплый шоколад, который в моточке, но честно, меня это не смущает, потому что я больше люблю горький, чем вот такой вот тёплый, всё схватилось, как вы поняли, ради вот этого синего, и когда у меня будет заканчиваться синий, и будет переходить коричневый, вот как-то я всё это дело буду миксовать, потому что я хочу длинные, длинные митинги, длинные митинги резинкой, сейчас я вам тоже покажу, это следующая готовая работа, меня восстановил процесс на другом моём любимом артикуле, и поэтому я всё пытаюсь, вот, я пытаюсь всё не уронить, но в итоге я всё роняю. Мне кажется, любой нормальный человек прекрасно бы справилась со спицами 2,5, 2,75, я не знаю, ведьмы, как вы это делаете, мне не получается, с учётом, что я люблю плотные полотна, я буду мучиться в зубочистках, но мне кажется, результат должен быть просто потрясающий. Пока у всех нормальных людей за бортом плюс 30, у меня в душе уже октябрь, я в прошлом году сокрушалась, что у меня под пальто не было подходящих варежечек, и почему-то за два сезона, ни осенью, ни зимой, я не нашла времени на то, чтобы связать бежевые митинги, зато я это сделала сейчас во время поездки в Коломну, я не связала, конечно, все эти митинги вот туда и обратно, но 70% были выполнены в машине, и это такой восторг, я вязала по описанию, ой, всё время путаю, стрит, хэт, репит, митинги, кул, приложу ссылочку на описание, как всегда, внизу под видео, ой, это очень тепло, это очень тепло, вот такие вот длиннющие, красивые митинги получились, в описании они гораздо короче, здесь у вас резиночка 3х2, 3 лицевые, 2 изнаночные, и в них, ну, в смысле, в описании нет такого подворота, а я люблю, когда вот здесь вот такой вот прикольный элемент, давайте вам ещё раз покажу, они такие уютные, я не представляю, что может быть уютнее длиннющих митинок, я больше люблю митинги, чем перчатки, потому что я всё время залезаю в телефон, и это так уютно, что именно вот здесь вот они в районе запястья так порщатся, здесь пальчики закрыты, в случае экстрима, понятное дело, можно вообще сделать вот так, и всё ещё тыкать в экранчик телефона. ой, боже мой, как это тепло, ну, очень красиво, вязала тоже на зубочистках, здесь у меня уже были спицы, по-моему, два с половиной, два с половиной это для меня были мелкие, но я, видимо, решила, что раз я за два дня сделала вот такую вот красоту, наверное, к осени я успею на двух миллиметрах довязать себе длинный, потому что я хочу вообще чуть ли не до локтя, зачем мне такие длинные, не знаю, но вот просто хочется, представляете, как красиво бы выглядел вот этот синий градиент шоппель. И всё это вязалось из моего любимого, покажу вам единственно другой цвет, вязалось из Мео Бэйби в цвете песок, я вам сейчас показываю розовый, это припылённо-розовый, лакшери селекшн Байриго, артикул Мео Бэйби, это 325 метров на 100 грамм, где 50 на 50, меринос и альпака, я очень люблю этот артикул, и вот варежечки я вязала в одну нить Мео Бэйби, только ещё раз, в цвете песок, а вот не такой пыльно-розовый, хотя, естественно, пыльно-розовый, это же потрясающе, я когда-нибудь из него сделаю свитер, но пока, как показывает практика, я просто покупаю розовую пряжу и смотрю на неё, и до сих пор связала, по-моему, всего лишь один розовый свитер, а зато розовых бобин, мне кажется, мне поменьше, мере штук 10. И в прошлом году магазин Two Hands выкладывал потрясающие работы из, как я поняла, легендарного артикула Авроры, и это 100% Махера, нет, прошу прощения, филком Аврора, это 70% суперкид Махера и 30% шёлка, здесь 850 метров, у меня цвет, цвет на экране, не знаю, как это произносится, господи, он не то, что на экране, он, по-моему, уже у меня в глазу, я пытаюсь полюбить Махер, это очень сложно, в общем, если вы не любите Махер, этот артикул вам не понравится точно, мне просто безумно понравилась палитра, вот для любителей Махера палитра огромная, работы девочек были потрясающие, поэтому я думаю, ну давайте попробуем, и вот знаете, он припылённо-розовый, с чем-то тёплым, мне кажется, на экране он какой-то выбеленный, но нет, на самом деле, у него есть розовый потом, поэтому, например, мои варежечки, они не выглядят, вот я не знаю, как они выглядят на экране, но вживую они бежево, такие нежно-розвенькие, очень красивый оттенок, и, ну на самом деле, этот Махер универсальный, он и к белому, он к серому, он к чему удобно подойдёт, то есть потрясающий том, вдвоём бы они шикарно смотрелись, но, как вы видите, он, сейчас я мне оба и поставлю на пол, давайте попробуем увидеть ворс, он очень длинноворсовый, я при этом, нет, он не колкий, ладно, я не буду выпедриваться, он не колкий, но вот длина ворсинок меня немножко смущает, поэтому, однако он не линяет, вот кстати, несмотря на то, что вот, ну вот чуть-чуть, чуть-чуть что-то он оставляет на тёмной одежде, но по большому счёту у меня кошки сыпятся сильнее, чем этот мохер, поэтому мохер классный, если вы любите, вас не смущает вот этот вот ворс, я не считаю его каким-то раздражающим, но вот разумеется, в этом плане страшно с любой пушистой шерстью, с любой пушистой пряжей, потому что лично у меня она всё время застревает в ресницах, я совершила кощунство, и новую покупку, я замучила свой кардиган пингона, в котором я хожу каждый день, и я обратила внимание, что у меня стали здорово скатываться пряжи вот в районе локтей, рук, и я купила себе вот такой вот гаджет, вот такая вот маленькая зайка, очень простая конструкция, вот эта вот штучка снимается, и у вас здесь остаётся вся лишняя пушистость, вот эту вот штуку тоже можно открутить, где находятся сами лезвия, и всё это аккуратненько вычищается, я побрила свои вот эти вот варежечки, свои митинги, для меня был непростительно длинный ворс, и я вот... вот так вот чуть-чуть по ним прошлась буквально чисто символически, то есть если бы я вам это не сказала, никто невооружённым глазом всё это дело не заметит, но для меня существует какое-то небольшое психологическое спокойствие, мне кажется, ворса стало меньше, при этом, ну, митинги всё ещё не выглядят лысый, но там иногда присутствуют такие душераздирающие, на мой взгляд, ворсинки, и вот это прям в бобинке может быть его поприть. Да, понятное дело, не надо покупать этот гаджет для того, чтобы брить мохер, я к тому, что эта малютка прекрасно справилась с кашемером и букле в моём кардигане пингвона. У меня впервые такой девайс, я им пользуюсь буквально две недели, я не могу сказать, что я его рекомендую, потому что мне он кажется очень хлипким. С другой стороны, мне не с чем сравнивать, то есть у меня до этого такой игрушки не было, просто когда я раскрутила его и обратила внимание на все эти лезвия, они мне показались, ну, не просто тонкими, они должны быть тонкими, мне показались они немножко хлипкими, поэтому я не знаю, насколько он прочный и долговечный, он заряжается от сети, потом, я не знаю, зарядила, мне кажется, я его дня 4 назад, его так лежит, он у меня прекрасно работает, очень легко чистится, по большому счёту ломаться, забиваться нечему. Вот у меня вопрос, как долго будут функционировать лезвия, и можно ли их вообще менять. Но игрушка, по большому счёту, стоила копейки, поэтому если вдруг с ней что-то случится, я особо переживать не буду, при этом я на неё ничего не договариваю, потому что с кардиганом она справилась прекрасно, прекрасно он у меня выглядит как новенький, вот с махером она тоже деликатно обращается, поэтому кому нужна была вот такая вот машинка от катышков, интересный эксперимент. Если вдруг он у меня всё-таки накроется в ближайшее время, я, наверное, купила бы что-нибудь подороже. Я и изначально хотела купить что-то, знаете, такое фирменное, солидное, а не игрушку-однодневку, но Озон упрямо предлагал мне взять именно это, поэтому, дружище, давай жить долго и счастливо. Смотрю на маленькое пушистое тело на солнце, интересно, а на кошек это действует? Да, действует, ей не нравится. Ладно, не бойтесь, я не буду брить кошек. И немножко отмотаем назад касательно махера, где, на самом деле, я хотела сравнить вот эти два артикула. Ланг для меня форево. На самом деле махер очень классный подмот, потому что он препятствует скатыванию и сваливанию вашего изделия, поэтому просто вот посмотрите на разницу ворса. Очень надеюсь, вы это увидите. Вот это вот прям пушистая волосня. У Ланга такого нет. При этом он восхитительный котеночек. Скажем так, я не люблю ни один махер, кроме Ланг. Мне не платит компания Ланг, если что. А было бы неплохо. И в завершении, пока за бортом у нас плюс 30, хочу вам показать новинку слэш коварные планы. Я уже, наверное, в течение года засматриваюсь вот на такую пылопопейсу. Она очень красивая, очень стильная. Да, это круглая кокетка. Я ее немножечко опасаюсь. Но я думаю, это будет последняя модель, где я постараюсь подружиться с круглой кокеткой. Единственный раз она мне понравилась в моем свитере букле Bio от Ego Knit. Тот, который был розовый с серым жаккардом. В этот раз я хочу вот от этого японского, если не ошибаюсь, дизайнера. Она такая необычная, потому что сначала по узору у вас идут косы, только потом жаккард. И посмотрите, какая классная, цветовая, прям идеально. Осенняя палитра у меня подобралась. Как вы понимаете, основной цвет у меня будет вот такой вот светлый, вывеленный серый. Потом косы у меня пойдут как по узору тоже, ну, антрацитовый. И в качестве контраста я взяла вот такой вот тыквенно-пряный. Ну, в общем, идеальные цвета осени. И что для меня самое интересное, я ни разу не пробовала этот артикул, но я слышала много всяких позитивных отзывов. Это Ламора, Лана Кардата. Здесь 25 Ангоры, 75 Меринос Суперфайн. Я трогала в ручках образец, это было потрясающе. Я не фанат Ангоры, но я, как всегда, стараюсь быть открыта к новинкам. Я не люблю Махер, но я пытаюсь полюбить Махер. Ладно, я поняла, кроме Ланг, мне никто не подходит. Я не распробовала круглую кокетку, но мне иногда очень нравятся узоры круглой кокетки, поэтому я пытаюсь распробовать круглую кокетку. И вот сейчас у меня в неё пойдёт вот такая вот красота, потому что образецчик в магазине был абсолютно сногсшибательный из одной нити. Я опасаюсь Ангоры, потому что ту, которую пробовала я, она была колкая, она слишком ворсистая, с учётом, что я не считаю, что я чувствительна ко всем этим ворсинкам, и здорово сыпалась. Я уже не помню артикул, но, в общем, ту Ангору, Ангору, которую пробовала я, я не оценила, а вот здесь она скорее похожа на альпаку. То есть она и в бобинке, несмотря на то, что бобинка всё ещё в пропитке, очень мягкая, нежная. И в Dolce Fila, где я, собственно, покупала все эти бобинки, такая потрясающая коллекция, ну просто мечта для жаккарда. Ну и цвета, и лапопейса замечательная, и узоры, и жаккард. У меня большие планы на эту лапопейсу. Меня на самом деле смущает, что работ на раввлере довольно мало, потому что изначально описание было только на японском, сейчас оно появляется на английском, и, как всегда, на запрещенных сайтах на русском. У меня ещё нет описания, я его не смотрела, но я, как видите, настроена решительно, потому что я хочу такой узор. Я, на самом деле, коварно вам сегодня не всё покажу. В очередной раз зажму наш секретный проект с мирой, как мы перевязываем вилла-рэп, но у нас дедлайн, поэтому в конце месяца я в любом случае вам должна его показать. Я только отделила наперед и спинку свой тёмный свитер из шопеля, поэтому там особо показывать нечего. А, я ещё зажала несколько бобин, но тогда я чувствую, это видео будет километровым. Поэтому коварно оставлю это видео в режиме продолжения следует. Отправляюсь обалдевать от того, что мне предстоит творить и вытворять. Вам тоже желаю не скучать. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!